В Люберцах провели расширенное заседание Комитета Московской областной думы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Участники проинспектировали ход строительства социальных объектов и обсудили планы до конца года. Подробнее расскажем в сюжете. В данный момент у нас прошла итоговая проверка. По результатам итоговой проверки мы ждем заключения соответствия. С Минобразованием у нас были согласованы планировки детского садика и было согласовано технологическое оборудование детского садика. Этот детский сад на Красноармейской улице построили в рамках адресной инвестиционной программы. Учреждение на 120 мест уже готово к вводу в эксплуатацию. В конце лета садик примет воспитанников. Если они в начале июля не зайдут, то мы до отопительного сезона не зайдем. А дальше снег, может быть, и дожди, это уже будет, это не работает. А масштабную реконструкцию стадиона «Торпеда» проводят в рамках программы строительства объектов социальной инфраструктуры. Спортивный кластер возводят за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Это плановое мероприятие Московской областной думы. Единственное, оно немножко расширилось, исходя из поручения председателя Московской области думы Игоря Юрьевича Бронсова. Сегодня здесь фактический комитет и профильное министерство. Сейчас мы находимся на стадионе «Торпеда». Это как раз государственная программа Московской области. Теперь здесь будет новое подогреваемое поле. Будет построено фокус-универсальным залом. Мы сделаем полноценную трибуну на 1500 мест. Также у нас в поселке Вуги строится детский сад. Мы его планируем тоже завершать, да, то есть и чтобы дети пошли в детский сад уже в новое здание. По стадиону «Торпеда», я думаю, уверен, что мы уложимся до конца года и в начале следующего года мы откроем объект уже, чтобы он начал функционировать. Уже на расширенном заседании, которое провели в Люберецкой администрации, обсудили строительство социальных объектов на территории всего региона. Люберцы в десятке градостроительно активных округов Подмосковья. На территории реализуется 26 проектов жилищного строительства. Причем хочу сказать, что все эти проекты, они соответствуют нашим стандартам и региональным нормам проектирования в части комплексного развития территории. И в составе их в том числе входят социальные объекты по РНГП, объекты транспорта, объекты инженерной инфраструктуры вместе с объектами, которые необходимы для нормального существования и проживания. В институте личной политики мы достаточно оперативно, в рабочем порядке, обрабатываем все возникающие вопросы. Андрей Юрьевич, в работе, встала задача, чтобы все поделось в порядке, встало, чтобы при вводе домов в коем случае не было напряжения. И мы понимаем, что дома по-самому заселяются молодые сели, чтобы не было вот этих проблем, связанных от этого ребенка, как устроиться на работу. Такие заседания в формате открытой трибуны проводят в регионе еженедельно. Вместе с представителями надзорных органов в них участвуют и жители. Мы уже понимаем, что мы будем делать в этом году и на ближайшие три года. Поэтому разъясняем нашим жителям, отвечаем на все вопросы. Сейчас лето, это основная строительная такая пора. И не только строительная, а и благоустроительная. Поэтому сейчас будем также делать акцент на контроль тех объектов, которые строятся по государственной программе «Современная комфортная городская среда». Только в этом году в Подмосковье сдадут в эксплуатацию более 70 социальных объектов, построенных в рамках государственных программ, и 68 по инвестконтрактам. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.